доброе утро сегодня начнем утро с вкусного и полезного завтрака для детей с детьми как вы знаете договориться сложнее чем самим собой поэтому приходится фантазировать и что-то придумывать для того чтобы накормить их полезной едой сегодня я сделала выбор в пользу оладушек яблочных рецепт очень простой берем 5 средних яблок очищаем от кожуры натираем на крупной терке затем добавляем 2 яйца 150 грамм муки желательно цельнозерновую я например в этот раз взяла банановую для эксперимента и также добавляем еще корицу и можно добавить имбирь например если вы любите и немножко нам надо разрыхлителя я добавила где-то четверть чайной ложки соды но у меня тесто по этому рецепту получилось суховатым поэтому я добавила еще 150 граммов кефира можно без него особенно если у ребенка локтазная недостаточность все это перемешиваем и выпекаем на закрытой сковородке получается очень вкусно но и самое главное поскольку завтрак желательно должен быть белково-жировым а не углеводным нам сюда нужно добавить чего-то полезненького белково-жирового мои дети ели эти оладушки со сметаной она соответственно содержит жиры плюс я еще дала ему тыквенные семечки них очень любят там тоже содержится и жиры и белок и куча всяких микро и макроэлементов почему такой вкусный полезный завтрак сейчас покажу как у меня эти оладушки выглядели у меня первая партия немножко подрумянилась поэтому они были загорелые немного но потом уже все сковорода равномерно прогрелась и стала получаться очень вкусно приготовила я много хватило на нас всех и еще вечером мы их доедали нас сегодня день развивается не по стандартному сюжету нам надо было съездить по делам мы уже выехали проехали полпути но человек короче трубку не берет и мы развернулись решили поехать торговый комплекс потому что нам надо одежду на весну и вот я в Сенсей еще хотела а мы ни коляску не взяли ни сандалии Арине я ее всегда беру чтобы у нее ноги в зимних ботинках не потели поскольку мы недалеко уехали мы решили вернуться домой за коляской сандалиями едем обратно и говорю слушай вы сидите меня около июня у меня заказ в детском мире чтобы я его забрала ой блин Арина ты такая тяжелая скользкая вот и чтоб я потом не ходила сюда отдельно и мы разделились я Аришку забрала чтобы она не плакала там в машине мальчики пошибла ну поехали домой и сюда то я там говорила про скидки мало того что я забрала свой заказ так я еще купила Аришки комбинезон зимний на следующую зиму мне очень удобно в том плане что у меня дети идут просто ноздря в ноздрю по росту Арина пошли на лифт идем я точно знаю какого роста она будет в следующем году следующей зимой поэтому я совершенно спокойно выбираю размеры могу хоть на три года вперед купить ну вряд ли там как-то они сильно разойдутся по роста ну вообще на следующую зиму я точно могу прогнозировать вот взяла ей комбез 86 размера пойдем Ариш потому что ей будет два с половиной вот Артемий в три года сколько девяносто сантиметров Арина пошли нас уже ждут наверх вы спрашиваете почему я все время говорю брат вместо Артемий да по привычке потому что когда она была маленькая ей ну она как бы его пыталась звать и Артемий это вообще нереально выговорить а сказать это можно но она прекрасно знает что его зовут Артемий то есть если есть Арина а где Артемий нету да нету мы все-таки поехали по делам наши наши дела сегодня заключается в том что снять с той машины номера я не знаю может поставить на нашу новую прямо сегодня но пока мы только сняли со старой папа ушел сейчас придет сейчас придет Арина проснулась я тут уже замучилась сидеть мы уже больше больше час этим занимаемся но вот я там ходила оформляла документы сидела в очередях и сейчас вернулась машина да это кроссовки весело но это надо сделать потому что мы хотели сохранить наш номер ну вот со старой машины поставить на нашу новую не знаю сделаем еще или нет посмотрим не очень понимаю потому что ну я нужна для этого всего потому что что старая новая машина не оформлена на меня вот соответственно без меня это все не сделать я просто тупо хожу по кабинетам подаю свой паспорт и подписываюсь документ не вникая особо в тонкости процесса находимся мы где-то в районе Бухарецкой сейчас такой ну не могу сказать что серый райончик сейчас весь Петер серый феерическая грязь везде прям самое самое грязище но как я уже говорила меня радует то что это все очень хорошо тает и в следующую неделю тоже будет очень таять продуктивно потому что плюс 3 плюс 5 все время здравствуйте мы переехали в октамол первый раз мы тут изучаем что тут есть и ищем еду в этот раз мы решили поесть в кафе под названием че кафе я надеюсь я правильно называю не знаю как правильно произносится но точнее это семейный ресторан что я могу сказать из плюсов очень вкусная еда хорошая игровая для детей с няней ну и наверное еще очень вежливый персонал с этим все понравилось скорость подачи блюд все чудесно из минусов что мне не понравилось не очень широкое меню маленький достаточно выбор и мне не понравился сам зал то есть он был достаточно открытый и шумный как то вот нету такого ощущения чтобы хотелось потом еще раз вернуться ну и плюс цены они гинзовские ты не на ту ногу ты не на нет 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 арина вынь 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 это не та нога вот сюда надо давай и застегни потом вот это теперь мы запустили макет прикольно жалко он не издает этих звуков типа чух 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 погудите ржи довменять уже надо с ними сходить музей миниатюры артемию будет очень интересно мы давно были гранд макет россии у нас есть это очень классное место где вот просто безумное количество вот таких вот макетов маленьких мы зашли сенсей там конечно трудом сейчас в этом торговом комплексе зачем ты сандалии выкидываешь на поларина но я так прибороклилась я померила одну шутку искусственную чебурашку чёрток у тебя так идёт в общем я её взяла поскольку она была по акции можно было взять вторую вещь за ну бесплатно я взяла ещё короткую встань ну типа бомбера из такого же каракуля в общем сейчас дома покажу но реально у меня никогда не было столько весенней одежды сколько теперь будет я бы сама не купила без рюшерок у тебя идёт бери бери она такая модная вот её короче взяла даже сейчас наверное можно уже в этой шутке ходить это классно потому что у меня мой белый пуховик если честно он уже ну подзастирался подострепался и выглядит не так хорошо как выглядел раньше а сейчас как вы поняли мы с пленами в комнате старая гречка новая старая вот и надо поменять подгузник Ариша мы поедем домой потому что я-то ещё в силах тут ходить в магазин их тут так много мне как нравится этот торговый комплекс тут прям выбор есть но Алишер уже просто не копущий подожди подожди я ищу салфетки где они? где салфетки? там там вот ну почему они с паспортом лежат так разве должно быть? м? должны салфетки с паспортом лежать? или не должны всё-таки? м? милочки там арина арина салфетки 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 паспорта мы как бы не хочем Скиску наделать этот способ. Надо малышку что-то. Артюш, давай не будем, реально у нее есть, я там напокупала. А тебе с удовольствием. Нет, это большева там, смотри. А малышке мы можем лисичку. Смотри по размерчику. У колюси стоит, смотри. А какой это размер? Я могу померить. Просто на этот год реально есть, только если на следующую зиму взять. Попа! Артемий, ну-ка покажись. Миньончик. Мушапка на следующую зиму. А смотрите, у нас две скидки. Да, тут какая-то интересная интерактивная штука. Пойдем потом. А вот эти все сольные наклейки. Когда Дина вернется. Алишер как всегда. Ты что с пакетами всегда ходишь, а? Все, идем домой. Едем. Не вышли не из того выхода. Идем к нашему сыну. Сейчас покажу, что накупили. Ну, из того, что я не показывала. Вот на Артемии там шапка была. Это Алишер. Купил детям. Вот еще снут в комплект. Пойдет классно. Куртки, которые я купила ему на следующую зиму. Желтенький бюджет. И Арише вот на следующую зиму. Вот такая шапуля. Алишер настоял. Я что-то другое хотела. Но он хотел с зверюшками. Я выбрала эту старую шапку Артемия. И, 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 и. Я сегодня зашла в детский мир за заказом. Свою по акции взяла Агуши, как я говорила. И... У нас тут легкий бардак, как обычно. Я сегодня не убиралась. Планировала. Но мы с утра поехали. И, как видите, только ближе к 8 вернули. Короче, в детском мире. Там же распродажа сейчас. Причем, кстати, я сравнила. В Охта Моле вообще нету тех скидок, которые у нас в июне. И я не удержалась и взяла на следующую зиму. Вот. Такой вот комбез. Ну, это Баби Го. Это будет на смену. Там Римовский Артешин остался. И будет вот такой вот нарядненький в сердечках золотых. Розовый я не захотела брать. Вот. Хотелось что-то такое. Симпатичное, нейтральное. Так. Классно у нас дома. Арина была недовольна что-то. Не разрешает поясничать. Короче, еще взяла вот такие перчатки на весну. Не знаю, на эту или это на осень. Ну, скорее на осень даже будет. Вот. А сто рублей. Ну, я не удержалась. Они такие мимимишные и подойдут к ее розовому пальто. Так. Это в детском мире. И еще вот дофига всяких этих пюрешек. Вот. Которые они съедят быстро. Потом сенсей. Арина, успокаивайся. А Алишер взял себе вот такую жилетку. Просто покажу на себя. Вот. Да, Алишер будет носить. Мне, кстати, хорошо. Мама. Да, это Бенька. Вот так расстегивайте. Вешенку вынимай. Так. Потом. Мама. Я буду ходить в чебурашки, как я сказала. Мне понравилась вот эта шуба. Я знаю, что в ней много кто ходит. Ну, кстати, на самом деле не так уж и много. В основном всякие. Ну, как сказать. Молодежь, короче. Кто там за модой следит. Те ходят. Но мне что-то она так хорошо. К лицу. Вот. Такая шубка. И прямо сейчас, мне кажется, уже можно ее надевать. Сейчас надену. Простите за звуковое сопровождение. Но иначе я вообще ничего не покажу. Вот. Вот такая она классная. Мне понравилась. Вот я ее взяла. Это Эска, как обычно. Держи шубку мамину. И поскольку второе было, типа, бесплатно в чеке, мне ничего больше не понравилось. Я решила, ну, ладно, раз бесплатно возьму еще куртку короткую. Хотя у меня есть. Лорин, ну, хватит мыть. Ну, подожди, пожалуйста. Блин, это очень невозможно. Целый день. И вот такая вот куртежка. Курток у меня теперь завались весенних. Каждый день менять буду, на неделе не повторюсь. Тоже бежевый. Барашек можно с чем угодно комбинировать. Кстати, вот этот свитер выкину. Сегодня последний раз надевала. На камере не видно. Я его мало носила, но он весь скатался. После нескольких стирок. И выглядит неопрятно. Мне так обидно, потому что сам по себе он не нравится. Ох, я сразу крутка от него. Пожалуйста. Я люблю такие вещи. Ну, вот увы. Так, Арина, хватит на эти последние вещи показываю. Футболка Алишеру. Просто обычная футболка вот такого цвета. Ему очень идет, как мы обнаружили случайно. Такой зеленый цвет и оранжевый тоже. Для Артемия две кофты по цене одной. Такая и такая. И еще я прихватила кружечку. Обновляю свой автопарк кружечек. Она без скидки всякая шла, 300 рублей. Мама. Была еще такая розовая. Мама. Нет, ну это невозможно. На. Была еще такая розовая. Но я решила, что я лучше такую возьму. Потому что у нас всяких розовеньких довольно много. А мужчин в доме много. И в гости мужчин тоже приходят. Получается, что мужчины пьют из моих розовых кружек. Потому что периодически что-то в мойке. Вот. Поэтому я решила взять такую. Все. Это мои покупки. Я довольна как слон. Надо это сейчас все развесить, разложить. И разобраться со блогом, который до сих пор не опубликован. Потому что я поставила его на загрузку. И у нас отвалился интернет. Дома. Я приезжаю. Дома. А там 98% загрузки. И здрасте, у нас нет интернета. Я перезагружала роутер. Сейчас он перезагрузился. Все дозагрузилось. Надо обложку сделать. И сразу опубликовать. Вот. Ты уже изображаешь, что ты пьешь. Да. Сидит в куче вещей. Короче, пошопились. Ахтушин. Ну, Адушарь меня, конечно, побаловал. Я бы без него не взяла. Он говорит, тебе очень идет. Бери. Тебе хорошо. Ну, я и взяла. Так здорово, когда вот идешь в магазин. И тебя так. Да, бери. Поэтому, когда у нас какие-то праздники. Или вообще, когда какие-то праздники. Я никогда не знаю, чего попросить в подарок. Вот. Близится 8 марта. Мне, девочки, нечего просить. Я вообще. Мне ничего не надо. У меня все есть. Потому что вот пришли в магазин. Я говорю, я хочу еда. Бери. Без праздников. Поэтому уже несколько лет. Вот такая фигня, что просто. Ну, я формально иногда. Там, ну, подари мне цветы там. Или вот это подари. Чашка классная. Мне она нравится. Какая лаконичная. Ты натягиваешь. Ну, давай. Как я и сказала, я взяла 86 размер. Например, с учетом того, какого роста было Артемий. То есть, Ирина должна быть. Ну, то есть, как. Этот 86, это типа 92. Арина будет следующей зимой 85-86. Хорошо. Плюс еще подъема. То есть, где-то там 87-88. А комбец будет типа 92. И как раз за зиму она еще подрастет. Так что он ей сначала должен быть великоват. Вставай. Встань. Я надену тебе. Встань. А под конец зимы должен быть, ну, вот как сейчас вот этот синий. Да. Да. Нет, ты знаешь, Арина. Он тебе даже не великоват будет. Ну, вон, смотрите. Сейчас он ей велик. Она как раз дорастет до него. Шикарно, Арина. Ты выглядишь восхитительно. Тебе нравится? Ммм. Классный, да? Ммм. Не, будет четко по размеру ей. Ммм. 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 Да, сейчас он, ну-ка. Да, рукава. Вон еще. Какие пальчиков не видно, если по-нормальному сделать. На ногах тоже гармошка. Супер. Должно быть хорошо по размеру. А внутри у вас зренькая. Здравствуйте. Здравствуйте. Повесим вам в шкаф. Все. Красота. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует.